Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот перед тем, как начать работать в теплице, я хочу продолжить разговор про огурцы. Я вчера говорила о выборе сорта, как правильно выбрать огурцы. И напоминала для наших начинающих огородников, что если для раннего урожая обязательно должны быть гибриды, которые могут дать урожай без применения пчел, а в открытом грунте можете использовать любые огурцы. Но самое-то главное, не просто посадить вырастить огурец, самое главное получить ранний урожай. Вот мы, жители сибирского региона, знаем это как никто. Для нас тема это самая-самая такая актуальная, потому что у нас поздно приходит весна. Вы видите, я сейчас стою вокруг снег, еще очень-очень поздно. Если нам высаживать огурцы в традиционные сроки, у нас вот 10 июня рубеж, до 10 июня нельзя без пленок, а после 10 можно уже в открытом грунте. И если вот кто не пользуется ни теплицами, ни пленками, ни укрытиями, представьте, высадив 10 июня, он получит даже самые скороспелые 45-дневные огурцы, которые через 45 дней начинают плодоношение, только в августе. Август, это же уже конец лета, хочется, конечно, пораньше. Я сейчас буду вам рассказывать, конечно, начинающим, старенькие все это знают, как получить урожай огурцов, ну хоть немного, чуть-чуть пораньше, по ступеням, по нарастающей, как чуть-чуть пораньше, как сильно рано, как вот супер рано. Огурцы у нас, конечно, им надо уделять тоже большое внимание. Они чем привлекательны для огородников? Они проще нам достаются. Если, например, томаты, перцы, баклажаны, нам надо выращивать рассаду в течение двух месяцев, сеять рано, мучиться с ними, то огурцы, особо занятые огородники, могут просто посеять в грунт, семечко посеют и он вырастет. И ждать их нужно не так долго, как огурцы и помидоры, ой, как перцы и помидоры. Есть скороспелые сорта, которые после всхода, через 45 дней уже дают урожай. Вот эти сорта и нужно использовать для получения раннего урожая, скорее всего. Вот смотрите, если кто-то не хочет вообще ни с чем, ни с пленками, ни с дугами заморачиваться, он может посеять семечко. Я говорю про свой сибирский регион. Вот, например, 10 июня, в августе он начнет кушать. Но этот же человек, который хочет пораньше, но он не имеет ни теплицы, ни каких-то укрывочных материалов и не хочет мучиться открывать-закрывать, он тоже может получить пораньше урожай. Это, конечно, вырастить рассаду. Рассада обычно выращивается не так, как у томатов 60 дней. За 30 дней до высадки мы сеем рассаду, и тогда уже он получает не в августе, а в июне. Но можно еще приблизить получение раннего урожая. Тут, конечно, уже нужно постараться. Можно вырастить рассаду и высадить ее под временное укрытие, под какую-то пленочку, какой-то парничок. Но тут я сразу скажу, что если вы будете пользоваться вот таким вот полиэтиленовым прикрытием, тут нужно следить, нужно открывать-закрывать, потому что весной может быть такая жаркая погода, что они сгорят. Идем дальше. Конечно, в помощь нам вот такие теплицы поликарбонатовые. Если вы хотите получить совсем ранний урожай, представьте, что если вы вырастите рассаду 30-дневную, высадите в теплицу, да еще там будете укрывать, это будет уже очень-очень рано. Я вот сейчас скажу, я даже выписала с прошлого года. Я в прошлом году высадила 3 мая, получила 30 мая первый урожай. И несмотря на то, что у меня там немножко я подогревала, вот этот вот свой грунт, у меня подогрев был пола, вполне возможно, что в эти же сроки многие люди, не вполне возможно, а я знаю точно, что в эти же сроки многие люди высаживают и без подогрева грунта. Просто у нас в прошлом году был сильно вот такой вот, пришел когда снегом, может быть кто-то видел, бураны были, снегопад, все, вот в это время я подогревала. Но я больше чем уверена, что если бы я даже не подогревала, они бы все равно там у меня сохранились, потому что я их укутывала, делала вот этот маленький термос-парничок. Самое главное, не забывайте, что огурцы, они более нежные. И минус 15 температура для них, критическая температура меньше 15 градусов, они уже не растут. И вот тут вот при получении раннего урожая, тут вот такая грань очень тонкая. Нужно, конечно, пораньше посеять рассаду, желательно пораньше высадить, но лучше всего, чтобы температура уже не опускалась, потом у них меньше 15 градусов. Хотя бы в ихнем, вот в этом маленьком домике, где вы их будете содержать, там температура должна быть 15 градусов. А вообще огурцы, конечно, это такой востребованный овощ, всем хочется огурцов, особенно у нас уже в это время редиска и батун, еще бы огурцы к салату. Конечно, получение раннего урожая от нас потребует дополнительных каких-то хлопот. Ну как тут уж есть поговорка, как потопаешь, так и полопаешь. Огурцы можно и вырастить просто при вымопосевом грунт, а можно через рассаду, через укрытие, но зато кушать их уже начнете в мае. Так делают у нас почти все, потому что у нас Сибирский регион, мы не можем дождаться, вот если после 10-го высадить, это будем все, ну как все лето, до августа ходить и смотреть, когда там будет первый огурчик. Почти все применяют какие-то дополнительные укрытия, дополнительные трудозатраты, дополнительные хлопоты, потому что все это потом отдается большим урожаем. Все желаю успехов в получении раннего урожая. В описании к этому видео я прошлогодние ссылки на прошлогодние видео скинула. Посмотрите, как я там высаживала, как выращивала рассаду, потому что сейчас еще, конечно, о посеве и даже о замачивании семян говорить рано. В прошлом году, 12 апреля я только начала, но выбирать сорта и выбирать способы выращивания, какой вы будете, ранний урожай, средний или как традиционный, в стандартные сроки, это нужно решать уже сейчас. Все, до свидания.